Добрый день. Тема нашей сегодняшней встречи и беседы – компенсационные выплаты, обложения СНДФЛ и страховыми взносами. Соответственно, проблема, казалось бы, очевидная, компенсационные выплаты – это выплаты, которые так или иначе возмещают расходы работника, если они производятся в рамках трудовых отношений. Тем не менее, за все время существования и действия налогового кодекса и последней редакции последнего варианта трудового кодекса у нас остаются вопросы и проблемы, надо или не надо облагать различные компенсации, которые работодатель выплачивает своим работникам в рамках трудовых отношений. Стоимость питания, оплату, скажем, проезда или переезда, если это требует в рамках трудовой деятельности. Мы сегодня эту проблему попробуем посмотреть не конкретно применительно к той или иной выплате, а в общем характере найти какие-то общие особенности, попытаться понять, почему же на сегодняшний день по-прежнему этот вопрос нельзя считать урегулированным, решенным, и почему так часто возникают и вопросы, платить или не платить индексы, страховые взносы, и иногда мы видим динамику в ответах на эти вопросы, которые дают официальные органы. Ну, наверное, начать нам нужно с самого понятия компенсации. Так, что такое компенсация? Когда мы с вами в бытовом быту говорим о компенсации, мы всегда предполагаем, что кто-то кому-то что-то возмещает. Если мы рассматриваем гражданск правовые отношения, то, как правило, компенсация – это те возмещения тех расходов, которые несут подрядчики, кто оказывающие услуги в рамках пополнения своей деятельности. Здесь тоже, если мы говорим об НДПЛ, проблем достаточно много с налогообложением, с предоставлением профессиональных вычетов и так далее. Если у нас останется время, мы все вернемся, но эта тема не является сегодня предметом нашего налогообложения. Может быть, ситуация, когда компенсация выплачивается в возмещении причиненного вреда или убытков, опять же, у нас есть факт внестения расхода, и есть необходимость этот расход вознести в трудовых отношениях. У нас нет однозначного определения компенсации. С одной стороны, у нас нет понятия компенсация в налоговом кодексе, и в таком случае, когда у нас нет неопределено то или иное понятие в налоговом кодексе, мы должны в соответствии с статьей 11 обращаться к специальным отраслям компенсации в связи к трудовому праву. В трудовом праве занятие компенсации у нас сколько это будет значить? И до сегодня у нас не было никаких изменений и никакого урегулирования этого термина.